Здравствуйте, Игорь Андреевич, рад вас слышать. Здравствуйте, Виктор, добрый день, очень рад тоже, давно мы с вами не общались, и вот, конечно, нашли обоюдное такое время, удобное для нас, и давайте сегодня его конструктивно проведем. Да, спасибо, что снова с нами связались, и мы будем рады. Тема нашего сегодняшнего семинара, как я понимаю, это дегидраторы, дегидрация продуктов, что это такое, типы дегидрации, виды дегидраторов, производство, хранение продуктов, зачем это всё нужно и как это можно применять в жизни. Да, совершенно верно, то есть, что, зачем и почему. Что мы можем предложить зрителям, нашей аудитории, понятно, это те люди, которые стремятся или уже, так сказать, применяют на практике все секреты здорового образа жизни, ну а здесь, конечно, им в помощь кухонная техника, и, конечно, мы говорили с вами уже как-то о блендерах, о соковыжималках, а теперь речь уже дошла о дегидраторах, тем более мы нашим зрителям обещали раскрыть эту тему. Я очень рад, что вот теперь появились новые интересные аппараты, модели, вот как раз будем теперь ждать сейчас прямо от вас, что вы нам расскажете на эту тему. Наша компания занимается поставками специализированной бытовой техники для советов-вегетарианцев, и про соковыжималки и блендеры какое-то время назад мы уже с вами снимали, люди могут посмотреть об этом семинаре, а сейчас давайте поговорим о дегидраторах. Значит, что такое дегидратор? Это такой бытовой прибор, который удаляет влагу из продуктов, то есть нельзя путать это с готовкой, например, в духовке, потому что там тоже вроде как при больших температурах влага удаляется. В отличие от духовки дегидратор не сушит, а именно обезвоживает продукт на определенных температурах, и это позволяет сохранить все витамины и микроэлементы. После дегидрирования, обезвоживания продукты хранятся намного дольше, то есть вплоть до нескольких месяцев или даже до года, если там все параметры дополнительные к этому расположить. Я буду чуть позже об этом тоже рассказывать. Там можно использовать вакууматоры для сверхдолгого хранения, использовать там более прохладные места, использовать непрозрачную тару, стекло вместо пластика и куча разных других секретов. Но, по сути, не всегда люди используют дегидратор для того, чтобы просто сохранить продукт. Многие продукты без дегидратора просто не появятся на свет. И об этом мы тоже поговорим. Как создать пастилу, как создать там различные фруктовые или овощные чипсы, как заменить покупные конфеты на то, что можно сделать самим с натуральных продуктами. Пару слов, буквально пару слов нашим зрителям скажу. Дорогие друзья, что дегидратор, если говорить немножко теперь по-другому, это то оборудование, которое используется, например, во всех сыроидных кафе, ресторанах, потому что вот все эти так называемые там блюда высокой кухни, а сыроидная кухня сейчас очень сильно развивается, и во многих городах страны у нас появляются новые кафе, которые как раз используют разные оборудования, и в том числе дегидраторы. Поэтому без них не обойтись не только для того, чтобы на долгое время сохранить продукт, а и в то же время на сейчас, на сегодня. Поэтому они постоянно у них работают. Вот как раз мы расскажем, наверное, о том, какими пользуются вот такие профессиональные кухни, можно так сказать, кафе. Обязательно. Вот скажу лишь, что есть еще такие уникальные, так называемые, вакуумные дегидраторы. Ну, это же промышленное оборудование, которое, конечно, обычным людям не надо, но, тем не менее, наши зрители просто знают, что я, например, вот у нас есть уникальное производство сыроедного живого шоколада, которое аналога в мире. Ну, нет, это у нас его берут и в Канаду, и в США, в десятки стран мира, даже в Шояцарии. Вот мы используем там вакуумные дегидраторы, меланжоры и другое, но это же профессиональное оборудование. Есть и карбоновые, так называемые, дегидраторы, тоже большие такие промышленные шкафы, новые такие интересные технологии, но это все относится к уже... Коммерции. Да, да. А для зрителей, для обычных людей, чтобы сделать у себя дома, вполне подойдут различные модели таких бытовых... Не все. А, так. И вот именно этот сегмент мы сегодня с вами будем рассматривать. Тем более интересно. Да. Так. Вы абсолютно правы, есть оборудование бытовое, есть коммерческое. Я вначале сказал, что мы сегодня рассматриваем бытовые. Я скажу тоже о коммерческих, чем они отличаются, и почему они, так скажем, покупаются некоторыми физическими людьми себе домой, а почему все-таки некоторые коммерческие компании все-таки покупают домашнее бытовое оборудование на производство. Очень. Я просто поделюсь опытом. Давайте. Но давайте сначала обсудим вообще, какие бывают дегидраторы, то есть бытовые, те, которые люди могут купить за обычную зарплату в обычных магазинах, интернет-магазинах, с доставкой там, или в магазине уже при осмотре. Значит, типа дегидраторов. Все очень просто, если начать рассматривать коммерческие, то бывает только вертикальный и горизонтальный обдув. То есть это то, где располагается нагревательный элемент в самом вот этом дегидрирующем ящике. То есть, если он располагается снизу, соответственно, это вертикальный дегидратор, у него принцип действия, воздух подсасывается снизу, идет вверх по специальной трубе, квадратной, круглой, там не важно, дальше бьется об верхнюю крышку и по краям опускается вниз. Так вот идет замкнутая система и излишки воздуха выпускается вверху через небольшие отверстия верхней крышки. С влагой, соответственно. Это вертикальная технология. Да, мы ее сейчас можем обсудить. Также в двух словах скажу о горизонтальных технологиях. В горизонтальных дегидраторах, соответственно, нагревательный элемент располагается сбоку. И это обязательное правило. За счет этого улучшается распределение потоков воздуха теплого по всем, по всей площади поддонов. То есть, в том и другом дегидраторе используются поддоны, куда выкладывается продукт. То есть, ни одна какая-то решеточка, их там может быть от 6, там, 4 до 20, в зависимости от модели. И боковой обдув, конечно, немного лучше распределяет тепло. Сейчас мы также можем с вами выделить, что время уже сейчас сентябрь 2017 года. На этот момент есть уже дегидраторы с цифровым управлением, а не только с механическим, как были последние 5-10 лет, где надо крутить тумблер, как в старом телевизоре. А есть уже четкое управление именно с микропроцессорами. И есть такое оборудование, которое использует несколько типов сушки. Например, у вас есть вакуумный дегидратор в коммерции, есть тепловой дегидратор, это вот бытовые, самые распространенные. То есть, они греют теплым протоком воздуха, разогревая определенную спираль, обдувая ее вентилятором. Вроде как просто все, но при этом, чтобы создать аппарат, который действительно будет выполнять свою функцию, необходимо огромное количество условий. это и материалы корпуса, это и аэродинамика внутренней поверхности камеры, это и расположение этих поддонов, и датчики термостата, которые постоянно с раба должны постоянно работать. То есть, не раз в минуту, например, или раз в пять минут включать-выключать теплоэлемент, поднимая или опуская температуру, чтобы вы ее могли контролировать самим аппаратом, а именно десятки раз в минуту, иногда несколько раз в секунду, тогда достигается четкий контроль температуры. Но давайте обо всем по отдельности. Есть также еще не тепловые, а инфокрасные телегидраторы, которые своим особым спектром лучей проникают в продукт намного глубже и греют продукт изнутри, что позволяет свести на минимум, процесс ферментации продукта, его поражения, плесневения, в общем, порчи. Это еще позволяет более толстыми кусочками засушить продукт. Абсолютно верно. И достичь определенной консистенции, потому что не все любят, чтобы продукт был, например, хрустящий, прямо тоненький. Кто-то хочет, чтобы он был как вяленый, как вяленые бананы. Да, да. Все пробовали это блюдо. Так, ну, я что еще хотел отметить, что лучшие дегидраторы, вот если переходить уже к моему опыту, как поставщика оборудования примерно с восьмилетним стажем уже, лучшие дегидраторы производят в США и в Южной Корее. Значит, изначально это все-таки американская была фишка. Экскалибур. Именно. Экскалибур, да, очень известный бренд. Мы к бренду сейчас перейдем, мы пока поговорим, как страны развивали эту здоровую жизнь внутри себя. То есть, изначально Америка была родоначальником правильного, так скажем, питания и с точки зрения дегидрации продуктов, хранения их редегидрации, то есть, когда обратно восстановление продукта сухого было. Все-таки это делала Америка, они шагнули немного вперед. Но Южная Корея, там, где, кстати, как вы знаете, делаются лучшие соковыжималки, шнековые, холодового отжима, лучшие блендеры в Южной Корее делаются, но они, правда, тоже соперничают с Америкой, вот именно там им дали хороший ответ. И мы сейчас с вами пробежимся по вот самым топовым брендам, которые поставляются в данный момент, на сентябрь 2017-го в Россию, о которых я уже могу не понаслышке сказать, которые мы не просто там поставляем, продаем, мы сами на них готовим. Мы готовим их в нашей студии в Сесоки, мы готовим на них для Ютуб-каналов, для первого вегетарианского канала у нас договор, и это оборудование, оно работает постоянно. Также могу сказать, помните, вы сообщали, что коммерческие заведения сыроедческие, они используют только дегидраторы, конечно, но я могу сказать, что и обычные заведения, то есть обычные несыроедческие рестораны в данный момент уже все чаще начинают покупать у нас оборудование, вот такая сеть Гинза в Санкт-Петербурге, но это обычные рестораны премиум-класса, есть Рабфэмили компания, это первый в Санкт-Петербурге сыроедческий ресторан, это же сыроедческое заведение, в Москве это Джиганат, они все наши клиенты и они покупают именно скажем так, старое проверенное корейское оборудование для дегидрации, такой бренд как Сидона, ну, раз уж может, вы назвали одного, компанию Трайбест американскую с фабрикой в Южной Корее и главная их модель Сидона, которая, по сути, не меняет название, а меняет только свои модификации уже более десяти лет, давайте, наверное, с нее и начнем. Не обязательно так ходить по офису, продолжайте, дорогие сотрудники, работать, как вам нравится, которые пригибаются под камерами, переживают, что помешают. Что можно сказать о дегидраторах Сидона? Во-первых, это один из первых горизонтальных дегидраторов, который поступил на Россию. Они изначально очень быстро завоевали рынок, еще в 2012-2013 годах, когда была модель P9000. Отличалась она тем, что у нее был боковой обдув, большие лотки, это где-то 1,15 кубометров, на 9-ти больших поддонах. Сейчас эта модель уже не выпускается, они уже шагнули вперед, сделали модель комбо. Здесь уже очень интересные технологии внедрялись впервые этой компанией Tribest в мир. Это технология комбо сушки, когда сначала сушится на одной температуре, например, более высокой, например, это будет 65 градусов, в течение маленького времени, например, часа-двух, и после этого автоматически дегидратор переходит на 40 градусов или 41 в сарайдический режим и сушит уже 10, 12, 16 часов, сколько надо. Зачем это делается? Если у вас такой продукт, который имеет вязкую консистенцию, плотность высокую, это может быть там томаты или там сильно нарезанные какие-то кабачки, толсто нарезанные, толсто это значит где-то 5 и более миллиметров, вообще надо до 5 миллиметров нарезать в стандарте. И одну секунду, слушаю, понял вас, да, скажите, что на разрешение, я перезвоню, спасибо большое. Юрий Андреевич, простите, пожалуйста, рабочий день, сложно отвлекаться. Значит, и эта Sedona Combo, она переходила вот с одного режима во второй, пользователь сам программировал эти режимы и мог сохранить продукт от начала ферментации, то есть, если у вас он толстый, плотный, когда вы начинаете сушить, температура внутри продукта сразу не может быть 40 градусов, она сначала будет обдуваться сверху и только через 4-5 часов она внутри станет такая же, как снаружи, теплая и начнет сушиться, то есть, в этот момент там температура будет стандартная, обычная, продукт изнутри начнет портиться. Чтобы этого не было, опять же, я уточнил, с какими именно типами продуктов, используется режим Combo, он прогревает в течение часа на большей температуре, на самом деле продукт нагревается только где-то до 40-42 градусов, вот даже если стоишь 65, первый час-два и потом переходит в свой цивилический режим и сушит дальше прекрасно. Вот в двух словах, да, что такое режим Combo? Да, я хочу нашим зрителям просто сказать, что кто-то скажет, ну как же, это же выше 42-43 градусов, а я скажу так, что поскольку продукт еще с большим содержанием влаги, при испарении идет охлаждение, поэтому можно временно, вот действительно, пока влаги в продукте много, сушить при более высокой температуре, а внутренняя температура продукта будет ниже, поэтому это не опасно в плане в сравнении. Да, здесь есть много очень интересных статей от бренда Excalibur американского, потом можно, ну чтобы не тратить время, приложить эти статьи, там есть определенные исследования, которые вроде как доказывают, что энзимы, необходимые организму для переваривания этой пищи, любой нашей, органической, они не умирают до 68 градусов, и при этом они исследуют, это кратце, вкратце, и при этом они исследуют дегидраторы свои и сохранение этих энзимов, которые позволяют сделать вывод, что если даже у вас в дегидраторе на 10-15 градусов температура больше, то сам продукт внутри имеет температуру соответственно меньше и как раз сушится на 40 градусов, да, при том, что 50 у вас будет снаружи, то нельзя ровно привязаться к тому, что вот снаружи градусник, так скажем, засунуть в аппарат и сказать, а вот у меня продукт, он у нас не сыроедческий уже, потому что именно такой процесс происходит. Нет, об этом я и говорю, только один момент, всё-таки не совсем это так, ферменты, большая их часть всё-таки разрушаются при 43 и выше, и лишь некоторые действительно сохраняют там ещё свои жизненные свойства до 60 с чем-то, но так известно, что, например, даже полисахариды известные лечебные, так сказать, вот, например, в грибных препаратах, такие как лентинан или там хиномоноза в лисичках, они разрушаются уже при 38 градусах, так что действительно многие важные компоненты разрушаются, но важно понять, что если пока продукт содержит много влаги, внутренняя температура продукта и наружняя среды может отличаться действительно там на 10 или чуть более градусов, и 40 внутренне останется температурой, или там... Все верно. Хорошо. Как минимум это. У меня теперь вопрос к вам. На самом деле, мы говорим сейчас уже о каком-то оборудовании, мне просто интересно, вот каждый зритель, наш слушатель сейчас знает, что именно можно сушить в дегидраторах. Вот, просто у меня есть целый список, который я сейчас посидел, за 5 минут себе выписал, что это можно делать с перечислением не продуктов, а вообще типов продуктов или даже не продуктов. Если хотите, могу зачитать, либо расскажите, может быть, какие вы, знаете, необычные применения дегидраторов. Ну, сразу, может, так в голову не придет, потому что у нас все-таки вот, ну, нет, ну, почему, это могут быть, кстати, не только сами продукты, как у людей будут ассоциации, это яблоки, груши, грибы, там, или там, допустим, какие-то вот кабачки, а это может быть, допустим, ягоды, это могут быть цельные, причем, например, это могут быть так называемые взбитые в виде мусса, там, какие-то смеси типа пастилы, чтобы делать, то есть, значит, соответственно, жидкий продукт изначально, который льется в дегидратор, чтобы он более, так сказать, вязким стал. Вот. Ну, это вот делаются так, например, кстати, и так называемые сыроедные вот эти хлебцы, когда там томаты, перец, прочее, соль, сложная рецептура, сложная рецептура, но на самом деле я сейчас вас буду удивлять. Давайте. Значит, то, что вы сейчас сказали, является обычными продуктами для стандартной сушки. Я сейчас дополню этот список, но потом мы перейдем к самому интересному, это необычное применение. Значит, к чему относятся обычные? Люди могут сушить овощи, люди могут сушить фрукты, это может быть как заготовки, чтобы постоянно питаться, так и какие-то лакомства, конфеты, то есть чипсы из этих фруктов и овощей в том числе. Дальше, что можно сушить? Травы можно сушить, получая из трав, если это лиственные, это можно чай готовить собственный, если это травы или какие-то специи, можно делать потом в тех же самых миксерах, измельчителях или в блендерах готовить из сушеных трав, то есть собственные специи. Это все, опять же, я подношу к стандарту. Дальше, можно сушить орехи. Зачем сушить орехи? Ну, помимо сохранения долгого, ореховая сушка нужна для того, чтобы в будущем произвести масло из орехов, если вы хотите использовать маслопресс. Кстати, тоже надо будет отдельную передачу, я считаю, сделать по маслопрессам, по пользе масла и по маслянному оборудованию для дома, потому что данный момент уже прогресс, в том числе и в нашей стране, достиг того, что маслопрессы люди могут покупать себе домой, они доступны от 7000 рублей до 50 и производить собственное масло из семян и орехов. Но это следующая передача. отдельная тема. Идем дальше. Дальше, перечисляем стандартные, еще раз повторюсь, пиццы можно делать, сыроедческие котлеты, мы сегодня с вами увидим красивые, заранее приготовили. Дальше, йогурты. Кому как важно употребление молока? Можно, нельзя, кто-то на какой-то стадии перехода, не буду спорить, пускай кто-то хочет, кто-то нет, но то, что делать можно йогурт из молока на закваске с жирными бактериями, это 100% и это может сделать любой дегидратор и вертикальный, и горизонтальный. Все, что нужно, постоянная термическая обработка равномерными температурами. Сейчас, одну секундочку. Спасибо большое. Ну, назовем это молоко, животных, потому что молоко это не есть обязательная ассоциация молока коров или коз, потому что молочко глазёрного овса какой-нибудь миндаля или кедра или что-нибудь ещё, это тоже молоко. Поэтому будем говорить молоко животных, кто это употребляет. Хотя, конечно, Абсолютно верное уточнение. Абсолютно верное, потому что, как мы помним, с шнековыми сокожималками можно готовить великолепное бобовое молоко и ореховое молоко. А с двух шнековыми сокожималками можно готовить, как я рассказывал, молоко из замоченных семян. То есть пшеничное молоко. Легко. Самому дома почти бесплатно, учитывая стоимость пшеницы. Ну да, электричество и прочих молочей. Идём дальше. Это всё стандартно. Дальше. Если вы приготовили йогурт, вы этот йогурт можете сначала приготовить из молока, потом его стерили на поддон, и у вас получится нежная йогуртовая пастила. Она может служить как цветная, вот её можно с чем-то смешать ягодками, как цветные роллы можно делать. Такие вот фруктовые роллы, очень нежные, сливочные. Опять же, какие-то сложные блюда. Саму пастилу. Что такое пастила? Вы точно делаете её, вы знаете лучше меня, что это такое. Любые смеси, любых фруктов, любых овощей, сделанных в блендере до той консистенции и той вязкости, которая вам надо. Хотите жидкое, хотите густое, хотите, добавляйте туда корицу, травку, там укроп, что угодно. Это засушивается на специальных листиках силиконовых или поликапиленовых, или там тефлоновых в дегидраторах, и потом сворачивается в трубочку, либо режется кусочками, кушается и очень долго хранится, используется для прекрасной замены конфет. Дальше. Стандартное применение – это готовка любых джемов из любых продуктов. То есть это тупо берём сахар в банке. полезно, не полезно, я сейчас это, вот честно, даже не хочется трогать, потому что я хочу, чтобы люди узнали, что такое дегидратор. А они уже сами решат, надо им это или не надо. Сахар в банке, фрукты и любые ягоды, или там фрукты, или ягоды, или то вместе, и то, и то. И это что получается? Это получается джем. То есть вот эта вот вся масса, она превращается в такое воение. Дегидратор может это позволить сделать. Вот насчёт джема я извиняюсь пару слов. То есть вот вместо этого сахара, который очень, конечно, вредно, опасен и безумен, я рекомендую использовать виноградный либо сироп топинамбура, который тоже упариваясь в дегидраторах вместе с основным измельчённым продуктом, там яблоками тем же, это неважно, становится как раз той же самой пастилой. Только уже будет не синтетически, промышленно произведённый вредный сахар, а натуральный, сыроедный, живой продукт. Так, понял вас. Отличное дополнение. Спасибо большое. Возьму себе, кстати, на усмотрение, хотя я так сахар тоже не употребляю. Дальше. Кроме джемов, есть самый стандартный продукт, который почему покупается обычными людьми, которые там не на сыроедении, не на вегетарианстве. Это вяленье разного рода мясных продуктов, мясо, рыбы, маринованные продукты. То есть вся виленина и вся соленина, которая делает, то есть солит там рыбу, охотники, рыболовы. То есть это тоже всё готовится на дегидраторах. Я думаю, что кому нужно будет, они прочитают книгу рецептов и найдут себе оттуда великолепные упоминания, как это работает. А вот теперь самое интересное. Переходим к самому интересному, это необычные применения наших великолепных дегидраторов. Значит, и вот здесь я, надеюсь, вас удивлю. Итак, первое. Дозревание фруктов. Дозревание. То есть вы купили зелёный манго или какие-то твёрдые киви, любые другие продукты, которые вот видно, что они ещё не дозрели. Если вы их положите на окошки, солнышко их будет припекать в течение, не знаю, пяти дней, десяти дней, по-разному бывает, они дозревают, внутри скапливается вот эта фруктоза и становится слаще, вкуснее, их можно кушать. Даже меняют цвет. Это можно сделать в дегидраторе. И это можно сделать легко, так же, как вы сушите продукты, вы ставите на минималку, ставите туда ваш продукт, и он дозревает. То есть мы так экспериментировали сами, у нас получалось с манго и с киви. Я думаю, что с остальными продуктами будет получаться равно так же. Защитная кожура, она сдерживает потери влаги. Это очень важно. Дальше мы перейдём к тонкостям работы, и я буду рассказывать, почему людей не получается сделать изюм, потому что они там не уничтожают вот эту кожу внешнюю. То есть надо это обваривать на секунду в кипящей водой или паром, чтобы оно лопалось. А вот здесь оно не лопается ничего, вы ничего не обвариваете, и, соответственно, у вас это всё просто дозревает в тепле. Это вот такое вот дозревание. То есть дозревание фруктов – это первое необычное применение. Дальше. Значит, вот никто не думал, что можно с помощью дегидратора производить натуральные краски для рисования. Интересно. А вот в Америке и в Европе этим просто чуть ли не гордятся и показывают, что наши дети не просто рисуют, они рисуются на экологически чистых красках, которые они произвели сами, из цветов со своего сада. Вот представляете? Да. Сушат цветки растений, измельчают в блендерах, добавляют воды, добавляют там немного масла, и этим рисуют, и великолепное получается творчество. Интересно, да. Необычное применение. Очень смешное применение было у нас в офисе. Недавно узнали, прошлой зимой, когда у нас выключили, к сожалению, там сломался обыгрывательный элемент. У нас офис за городом находится, и достаточно прохладно зимой бывает. И мы просто включили несколько дегидраторов, и наши большие офисные помещения со временем ставили тёплыми. И при этом, в отличие от обычных обыгрывателей, они не сжигали воздух, потому что работали на самых низких температурах, 35 градусов, это начало. Там 30-35. То есть это обыгрыватель помещений, если помещения небольшие, и у вас сломалось что-то, пожалуйста, можно сделать себе тепло. Могично. Это очень интересно. Дальше. Вот помню, папа меня в детстве учил проявлять фотографии. Это было модно самому фотографировать, самому с помощью такого набора проявлять фотографии. Так вот, сушить эти фотографии после проявления фотографов, в том числе профессионалов, которые работают с аналоговыми плёнками, в данный момент тоже используют дегидраторы. Если это вдруг фотограф-энтузиаст на аналоговые техники с плёнками, то и он при этом вегетарианец сыроёт, и у него есть один из дегидраторов жевательно горизонтальных, то замечательно можно использовать этот прибор. Дальше. Есть такое применение, как сушка различных поделок. То есть это может быть какая-то глина специальных составов, которая очень легко сохнет, а не опекается именно в духовке. Это какие-то поделки могут сделаться из хлеба, фигурки, и это высушивается. Высушивается, засыхает, там из пластилина можно высушить тоже в дегидраторе, чтобы запомнилась на память, осталась фигурка, её потом покрасит, тоже высушит эту краску. Дальше. Очень необычное применение. Пришёл нам отзыв из, по-моему, Израиля от одного спортсмена, который использует дегидратор как сушилку для обуви. Так как он очень много бегает, ему нужно свои кроссовки стирать достаточно часто, покупать на каждый день новые сложно, наверное, либо неинтересно. А тут он решил сделать заключение. Во-первых, там климат, скажем так, позволяет. Во-вторых, кроссовки, ну заметьте, если постирать кроссовки, они обычно сохнут 2-3 дня. То есть на следующий день их оденешь, даже если ты их поставил на батарею, либо у тебя расклеится клей, если у тебя батарея высокая температура снизу на подошву даст, либо ты феном мучиться будешь, тоже можешь повредить ткань. А если поставить дегидратор после стирки, значит, это всё дело высыхает за несколько часов. Ну, необычное применение, скажите. Ну да, я сразу вспоминаю ещё, то есть думаю, что ещё можно. Это и кто занимается всякой резьбой или краской по дереву, можно всякие мисочки, деревянные расписанные ложки. Это кто занимается биологией, или там можно ставить, ускорять температуру процесса, например, созревания микрофлоры, например, или грибков, там всяких чашках. То же самое, как йогурт готовится из молока. В чашках Петри, вот, и так далее, и так далее. То есть, да, тут очень много, что в голову может висеть. Ну, здесь у меня ещё парочка, буквально я перечислю, то, что ещё у меня по списку я себе вот выписал. Значит, это тесто для выпечки. Вот есть люди, которые вот употребляют хлеб, сами его пекут на закваске или дрожьевной, неважно, тесто, нужно, чтобы оно подошло, чтобы оно полежало немножко в тепле до его начала выпечки. И вот немножко, если это закваска, то это не менее пяти часов, чтобы качественно всё сделать. И, соответственно, в дегидраторе тесто намного лучше подходит. Потом, значит, был у меня опыт, когда мы ездили, работали там с детьми, они готовили домашнюю пасту. То есть, это просто обычные макароны, как раз, кстати, на шнековой скружималке, там такая насадочка одевается, и давится паста, потом эта паста режется, выкладывается, там, сбрызгивается этой мукой, и выкладывается в дегидратор, и дегидратор вам превращает эту пасту в макароны, которые вы произвели сами. Я понимаю, что можно купить макароны в магазине, сварить их, покушать, это даже не очень правильно будет, но есть те, кто хочет создать сам, хочет использовать тот продукт, который хочет. Например, это не обязательно должны быть пшеничные макароны, например, это можно сделать макароны из зелёной гречки. Вы берёте эту зелёную гречку, вы её, значит, проращиваете, она у вас там активируется, после этого вы её на измельчителе проводите, потом вот эту массу после измельчителя шнекового, например, да, со шнековой скружималки пропускаете, значит, ну, либо в блендере просто можно её измельчить, потом вы выкладываете в дегидратор, получаете сухую массу уже, её можно опять измельчить, добавить воды, сделать из неё тесто и пропустить, значит, порезав это тесто, либо пропустить на шнековую скружималку через специальные насадки, либо просто ножиком нарезать, получится у вас лапша. И вот будет гречневая лапша из зелёной гречки. Ну, допустим, а есть ещё интересная тема для сыроедных веганов особенно, это ферментированные продукты, то есть, соответственно, при чуть повышенной температуре, выше комнатной, то есть, близкая к 40-43, можно ферментировать различные пророщенные зиодные, которые, например, в блендере измельчили и уже ферментируете, то есть, ну, и масса других интересных продуктов, да. Да, и последнее, что у меня так пришло в голову, это, помню, бабушка одна прислала нам отзыв о том, как она приготовила домашний сыр, то есть, дегидраты подходят вполне для производства собственного сыра. Если у вас есть выход на какое-то коровье молоко качественное, да, вот не покупное, магазинное, то это можно готовить своими руками дома и получать какую-то собственную пользу, если вам это нужно. Вот такие вот необычные применения, кроме стандартных, которые мы перечислили в начале, я обнаружил в этом приборе. Я думаю, что зрителям и слушателям будет очень интересно это узнать. Ну, а после этого уже каждый может домыслить и придумать что-то своё, потому что наверняка применений найдётся ещё множество разных. Огромное количество, и я думаю, что если вам или мне расскажут об этом, мы будем только рады. Да, я думаю, в форуме, в чате люди напишут, почему бы нет, потому что действительно кому-то в голову придёт такое, что другим не придёт, а кто-то и рад будет этому. Да, и я надеюсь, это будут законные применения, потому что всякое я читал и не хочу пропагандировать. А, нет, это не будет адекватно. Делают всё, что угодно, да, и в том числе химики там шалят с дегидраторами. Итак, переходим к следующей рубрике. Это хранение продуктов. И здесь, я думаю, что и вы, и все пользователи знают, что нет ничего вечного. То есть, что-то хранится долго, что-то, значит, портится сразу по продуктам, но после дегидрации продуктов, естественно, увеличивается срок хранения. Я вначале об этом говорил, но сейчас могу рассказать чуть подробнее. Значит, после того, как вы что-то засушили, приготовили, лучше всего хранить это всё дело в контейнерах, либо в каких-то банках или ёмкостях, которым нету доступа влаги. То есть, они должны быть герметичными, это обязательно. И нету доступа насекомых, потому что они всегда везде всё найдут, особенно мухи. А мухи, просто тут логику надо, обязательно занесут грибки-бактерии, которые будут использовать этот сушёный вами продукт, как в качестве корма своего пищи. Поэтому, а людям это есть нельзя уже заражённые продукты, особенно грибками. Абсолютно верно. И эти люди становятся мясоедами, так как употребляют, грубо говоря, этих завылышей мух, а уже не готовы продукты. Тут самое опасное – занести в организм себе грибковые заболевания, порой очень серьёзные, такие как, например, батритис, серая плесень, которую многие люди видят на овощах, срезают на фруктах и едят. Вот скажу сразу, что делать категорически нельзя, потому что мицелий сохраняется внутри во всём продукте, даже если вы отрезали кусочек, если вы будете есть в организм, занесёте эту опасную плесень, кстати, которая является причиной, например, рака крови, рака поджелудочной железы, как у Стива Джобса было. Это имеется в виду серая плесень, батритис, казалось бы, такой простой грибок, плесень, а вот такие, такой это опасный организм. Поэтому будьте бдительны, и сушить надо хорошо, хранить правильно, чтобы грибками не повреждались продукты. Это очень важно, да. Ну, вообще, да, абсолютно правильно вы говорите, но я для себя вот выработал, так скажем, самые лучшие ёмкости для хранения – это стеклянные банки с плотно закрытыми крышками. Лучше всего либо использовать специализированное вакуумное, так скажем, оборудование для хранения или вакуумные пакеты. То есть кто как, кто-то может приобрести вакууматор в той же нашей компании, тоже можете посоветовать, и делать заготовки в большом количестве, если это, значит, необходимо. Это вакууматор и использовать специальные рулоны большой такой ёмкости, можно там с одной упаковки, ну, наверное, килограмм, наверное, 30 продуктов сушёного – это пол кухни завалить, то есть даже не хватит ящиков попрятать. Скажите, а можно, например, вот есть же такие вакууматоры, когда мы берём банку, например, трёхлитровую, одеваем какую-то крышечку, присоединяем вакууматор, выкачиваем воздух, и она хранится. Да, 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 это тоже уже сейчас абсолютно доступно и распространено, оно многоразовое, единственное, что как только вы открыли, там уже всё, можно сказать, уже назад не откачаешь, если только опять откачивать через шланг. С пакетами всё сложнее, пакет, если вскроешь назад, не запечатаешь, надо кушать до конца. Но есть многоразовые пакеты, и вот корейская компания Jvel, с которой мы работаем уже три года, она сделала очень доступный комплект. Это специальные вот эти вот колпаки, которые одеваются на любую посуду сверху. То есть это большая маленькая тарелка, глубокая или нет, неважно, вы туда кладёте, что-то большого объёма высасываете воздух и ставите либо в холодильник, увеличиваете слух хранения, либо прячете надолго куда-то в шкафы и потом, открывая, выпускаете воздух. Там очень сильное давление, намного более разряженный воздух получается, чем в автоматических аппаратах. Соответственно, ручной дегидратор, он будет всегда более качественным. И вот эти вот многоразовые пакеты, они тройные, тройной плотности, очень-очень такие жёсткие, действительно многоразовые. Я пользуюсь уже больше двух лет сам, если это нужно. Но я не храню долго, потому что всё это ещё вкусно, хочется кушать и обычно не более двух-трёх недель, месяца максимум. Да, ещё важный момент для наших зрителей скажу, что помимо того, что вакууматоры, если мы говорим, на сухих продуктах увеличивают сам срок хранения до любых продуктов, тут есть ещё момент, что не только дело в опасности получения инфекции, например, грибков, вирусов, бактерий в пищу, поэтому нужно правила гигиены соблюдать, чистоту холодильника. А ещё вот в чём дело, что окисления без кислорода не будет, а значит, как раз продукт, именно, кстати, поэтому дольше хранится. Дело не в том, что дольше, а в том, что его качество выше, потому что продукты окисления вредны и опасны для организма. Это, по сути, канцерогены, это свободное радикальное воздействие идёт. А здесь мы убираем этот фактор на много-много процентов, поэтому это полезнее, если вы не съедаете сразу, то накрываете действительно продукты, вы высасываете воздух, и уже несколько дней там это может храниться без потери вот этих свойств качества, и это вот важно тоже. Ну, вот в идеал, у меня был опыт определённый, я хранил сок виноградный в полном вакууме, потому что сделал его искусственным, точнее, естественным способом, закрыл в тёмной банке, поставил в холодильник и закрыл крышкой стеклянной банки, стеклянной крышкой так, чтобы воздуха вообще ни, пузырька там не осталось. И без изменения вкуса, без начала брожения этот сок, я вскрыл его ровно через год, он так и остался. Но это холодильник, и это отсутствие света, то есть стекло и вакуум, чистый стопроцентный вакуум. Если, конечно, использовать просто колпаки или пакеты, я не советую больше месяца держать. Если это пакеты держать не многоразовые, так скажем, а одноразовые, с электрических вакууматоров, то эти можно хранить до трёх месяцев, до пяти, если продукт позволяет. То есть если вы правильно нарезали, и он высох полностью, то можете хранить очень долго. Если нарезали так, чтобы внутри с лёгкой эластичностью продукта осталась, то всё-таки не более трёх месяцев. Вы это поймёте сразу по вкусу. Отравление там быть не может, но вкус изменится. Если вкус не меняется, всё прекрасно. Да, конечно. Лучше кушать сразу. Идём дальше. Также можно использовать различные металлические ёмкости. Вы знаете, очень много подавочных всяких чаёв. Там такие вот закрываются металлические баночки различные. И тоже очень легко там можно использовать продукты до месяца после дегидерации. Ну, единственное, что я не советую, чтобы ни в коем случае только алюминия не было. Вот это очень вредно. Поэтому лучше это либо нержавеющая пищевая сталь, хотя, конечно... Либо же обычная металлическая. Да, хотя лучше, конечно, это может быть эмалированное, разумеется, покрытие, безусловно, пищевое. Но лучше всего, конечно, стекло, керамика. Стекло. Конечно. Это и дешевле, и лучше стекло и керамика. Абсолютно. Керамика она ещё и свет не будет пропускать. Да, да. Одновременно. Так. Дальше прохладное место. Опять же, да, важный фактор. И тёмное оно должно быть, как я уже говорил. Значит, по поводу влажности этого места. Вам не важно, если вы это держите в герметичном контейнере. Если это не герметичный контейнер, то место должно быть сухим. Конечно. Идеальная температура для хранения – 10-16 градусов. И, в принципе, вот по хранению всё. Учебная температура для хранения – 10-16 градусов.